В странах СНГ рынки не обходятся без корейских женщин, которые готовят ну безумно вкусные салаты, в том числе и кимчи. Подобно салату, оливье дома за праздничным столом всегда найдется место с блюдцем кимчи. Ассалам алейкум, уважаемые зрители моего YouTube канала. Я долго мариновал этот рецепт, целых трое суток. Именно столько времени нужно, чтобы приготовить настоящий корейский кимчи. Так что следуй за мной, а я сейчас все покажу. Давайте кратко пробежимся по ингредиентам, какие продукты нам понадобятся, но также я оставлю все граммовки в описании к этому видео. Для начала разделим процесс приготовления на два этапа. Ферментирование капусты и готовка соуса. Сейчас наши продукты находятся в разводе, но в конце мы их померим, поженим и на выходе получим бомбовый салат. Поэтому досмотрите это видео до конца, потому что здесь будет много разных фишечек-мишечек, о которых вы, друзья, раньше точно не знали. Кроме шуток, кимчи готовится быстро, но вот процесс ожидания довольно-таки нудный. Но, блин, оно того реально стоит. Итак, промываем капусту, затем тщательно солим каждый лист. Накрываем пищевой пленкой и убираем на 40 минут. Пока капуста ферментируется, сделаем рассол. 125 грамм соли на 2 литра воды. Ставим на плиту, закипаем, остужаем, заливаем, на сутки забываем. Вот так все просто. Теперь соус. В 750 грамм воды добавляем 250 грамм муки. Варим до загустения, постоянно помешивая. Добавлю острый перец, чеснок, соль, сахар, морковь, болгарский перец, кинза, рыбный соус, уксус и вуаля! Соус готов. Капусту промываем, слегка выжимаем, смешиваем соусом и получаем невероятно вкусное кимчи, с которым можно смело выходить на рынок и конкурировать с корейцами. Ну, это, конечно, шутка была. А так, почему бы и нет? Ну, что ж, друзья, время дегустации, так что давайте попробуем. Бисмилля. Вы слушаете этот хруст? Капуста не сухая, она достаточно сочная, острота также в меру. Сахар, кислинка, кинза, все это по-настоящему создает взрыв вкусов, что, конечно же, вызывает бурю эмоций. Я думаю, что здесь без комментариев, поэтому, если вам понравился этот ролик, обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, нажмите на колокольчик и поделитесь этим видео, потому что для меня, друзья, это очень и очень важно. Всем до скорой встречи. С вами, как всегда, был я, Эльзат Малик. Мы увидимся в новых выпусках.